Не, я за хумов тоже играю, но мне не нравится. Ну, типа, мне больше нравятся все другие расы, кроме хумов. Я не люблю играть за людей. То есть тераны моя нелюбимая раса, потому что я не люблю играть за людей. Чисто механически тераны мне нравятся. Чисто механически. Вот тераны прям прикольные. А чисто физически это люди. Зачем мне играть за людей, когда я человек? Ну, какой? Вот. Что предлагаю? Предлагаю риперов. Предлагаю риперов. Открываем гайд. Риперы у нас, получается, идут 2-4 с реактором в минуту. Это стоит 200 газа. То есть можно сделать 2, короче, барака с реактором и 1 без реактора. Не, не прокси, я не успел. Ну вот, то есть для этого нам надо подкопить газку. Ну, мы бараки с реакторами спрячем. Давайте в прокси. Немножко. Только, ну, не сильно в прокси, а вот как-нибудь вот так в прокси. Ну, как-нибудь вот так в прокси. О том, чтобы работали. Я отменил рипера, блин. Я думаю, куда делся мой газ? Ну, кто-то ошибался, сейчас рипер прилетит. Но ничего страшного. Где смайлик, рука, лицо? А он там коронавирусный, по-моему, такой смайлик. О-о-о-о. О-о-о. 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 Один делает соплайки. И по минералу как раз мы выйдем в плюс, в конце концов. То есть я буду продолжать что-то делать. По идее я выйду в плюс, судя по моей математике. Вот, и все. Как только эти риперы выходят, я начинаю, в принципе, производить уже новые базы. А пока я строю на... То есть рабочих я не останавливаю ни в каком раскладе. Это я прям треню, 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 треню. Что у тебя за клавиатура? Razer Black Widow Tournament. И смотрите, смотрите, сейчас газик-газик такой доходит. Опа! Прям идеально. Прям идеально. Как я говорил, в конце концов доходят минералы, и мы ставим CC хуже. И продолжаем. И вот это простая логика. Простейшая логика. Ой! Что мы видим? Мы видим, что у него опять отставшая экономика. Вот, что у него будет супер поздняя база. Что мы можем сейчас себе позволить сделать? Нам надо, во-первых, еще одну базу, раз у нас хватает резов. Вот. Нам надо расставить в стратегических местах наших риперов, чтобы следить за передвижением соперника. И все, в принципе. В этом весь секрет. То есть он сейчас пытается что-то контролить, что-то делать, да? И вот вы видите, в принципе, все вот эти ошибочки, да? Начинающих лиг. Я ничего... У меня нету билда. Да, у меня нету какой-то стратегии, да? Определенной. Вот. Я просто строю, 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 строю. И все. То есть я вначале выбрал, что я потренирую делать риперов. Вот. Ну и в конце концов понял, по его, так сказать, манипуляциям, что риперы тут уже в конце концов не вкатят. И что я умею делать, и какие у меня доступные, да? То есть самое главное понимать, что перед матчем я определяю, какие у меня есть доступные именно юниты, да? То есть я выбрал рипера сейчас по одному юниту за раз. То есть никогда не делаю пять, там, пять разновидностей юнитов за раз. Это по одному. Это в данной игре рипер. В прошлом это был батлкрузер. Вот. То есть я их пробую, смотрю, как они работают. И потом, соответственно, продолжаю. Все, да, вот. Пришел, что-то ломает. Вот. У него супер-супер страта, да? Типа, о, рейвен летает, его там не достать. Там что-то еще. О, ну, это все клевые идеи, ну, от них никакого толку. У них никакого толку. Потому что у него, ну, никакой экономики сейчас не будет по итогу. У меня четыре рипера. Раз. Вот этот. Пускай тут летает. О, ну, так. да вот он пытается харасить что в принципе ну так неважно то есть это надо делать когда у тебя 60 рабов до 8 минуты есть вот как у меня сейчас да вот тогда можно начинать заниматься вот этим харассом следить за тем что происходит вот то есть у меня на данный момент это на это не хватает скилла одной простой причине то что механика терна для меня новая да и когда вы начинаете играть за любую расу для вас механика новая и типа вы можете выучить сразу какие-то билды там волшебные а вы можете научиться просто тратить рез и вот чем мы сейчас как бы и займемся до и начинаем летать против террена просто пешком не хожу потому что ну совсем будет зашкварить мне тесно в следующей игре еще одну штуку поиграть там короче этого поделать ой судя по моей там супер таблице гайду если вы играете в мины то у вас будет самое быстрое 200 лимита то есть ну быстрее сделать 200 лимита чем играя в мины ну то есть никак невозможно а а а а а а а а я понял а а а а а а а а а это стран а вот это может быть это такой уникальный тайминг за каждую разу можно сделать и сейчас мы сделаем вообще уникальнейшую вещь пока он нас тут харассит молите дропаем сюда короче вот этих чуваков у нас начинается войнуха и вот здесь вот мы прям побеждаем просто приходим вот так вот боже мой сколько планетарок он меня законтрил блин он стал на халдах вообще какой подлый чувак ну как я говорил мы не меняем своим принципом и мы продолжаем играть только в доступных винитов то есть я бы мог сейчас что-нибудь другое построить да но я не строю почему я не строю потому что это правило да то есть мы играем четко по правилам мы учимся именно креативно отыгрывать то есть вот он пытается нас убить контролем а мы просто марики 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 вся вот эта фигня ну то есть выигрываем именно ей нам не нужны никакие секретные там эти какие-то вещи что у меня сейчас немножко если копится в принципе нормально главный сын у нас 200 вот ну чё пошли пошли ломать его да можно еще три барака тыкнуть так что нам не хватает у себя будет себя будет жара дума дропнуть или просто и в два я думаю просто и в два какая дичь и сразу сразу же заказываемся на 200 лимита ух это вот вот когда вы спрашиваете меня тет как пробить планетарки и танки ответ ответ вам надо 70 бараков по всей карте 150 баз и триллион рабочих да делаете вот такую штуку чтобы она у вас на экран еле помещалась да и смотрим концерт я ради этого даже вот так вот делаю вот так вот делаю просто войнище аж метки вот повсюду вы видите трупаки летают просто аж метки вот chil Продолжение следует...